Движение Движение примерно 100 км Город заезжать не буду Перестроил навигатор на Ярославль Появилась первая неприятность Кондиционер перестал опоздать воздух Воздух Поверил в предохранителе Всё нормально Температура на борту Плюс 26 Опасаюсь за то, что Видеорегистратор может уйти Говори, если Высокую температуру не переносит Поэтому открыл окна Чтоб немножко Просладный воздух был Вчера температура была под 35 Кондиционер не работал Заменил предохранители Воздух стал охлаждать В чём причина сейчас, не знаю Третье левое колесо спускает приходится постоянно подкачивать можно поставить запаску но не хочется ее трогать движение средней плотности средней интенсивности как показало время инфраструктура на трассе более-менее имеется и заправочные станции и места для отдыха, отели тут расстояния между ними не очень большие хочу обратить ваше внимание на на обочину как она выглядит зимой вы можете представить ее равняют с дорогой и ощущения складываются что вы, ребята, делаете и ощущение, что проезжая часть очень широкая только для тех, кто соберется поехать например, с диной в сильное время на регистраторе, наверное на видео, наверное, будет видно какое количество слепней или оводов я не знаю, как они называются такие здоровые мухи наподобие осы наподобие швеля сколько их здесь на трассе некоторые бьются в лобово на заправке гастрома залил бензин в этот момент подошли проверяющие спектр или кто там я не знаю но как понял из разговора пришли брать бензин анализ мне кажется могут быть проблемы у гастрома потому что залил бензин чувствую, как мощности немного не хватает скажем так мое мнение что бензин не того качества то есть контроль на гастроме есть заправка гастрома за качеством топлива ну я вот чувствую по победению автомобиля что бензин мне достался не очень небо не голубое не какого-то сфера пепельного цвета условия движения не очень комфортные пепельного не очень не очень не очень длинный сфера в в в в в в По полу 11 утра, температура 26. Сон шипек впереди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 и особенно шумные мотоциклы есть две причины первая это техническая неисправность ну потому что машины у нас старые дороги отвратительные выхлопная труба она имеет дурное свойство с возрастом ружье а потом когда машина ударяется на мокочки и колдовины она либо отлетает либо какие-то там разломы трещины происходят и когда целостность нарушена вот тогда уже выхлопные гады там сарелом вырываются на свободу и она рычать начинает это первый момент второй момент когда молодежь делает машину более шумной чтобы всем казалось что там вроде как больше лошадиных сил но вот ездит человек на старой гипотки на какой-то прорсадел у него глушитель он вместо настоящего покупает какую-то конфетную банку из нершавейки в которой и нет никаких там дополнительных сложностей внутри для того чтобы глушить ну просто напрямую вырывается выхлопные газы и она ревет там как и автобус парк не знаю 1965 года двоякая причина либо либо тюнинг либо не доделать двое вернее либо по лошадь но вы же понимаете что вы не являетесь уже правдой дышит или вот так вот смотрите на дороге у нас такой агентство правонарушителей вы найдете но чтобы теперь погрузить его на эвакуатор автовоз и везти в гараж для ремонта за сумму которая практически приравнивается в цене старого москвича нет вот если с моей точки зрения если человек старой машине вот у него произошла не справа техническая вот такая которая позволяет ехать дальше но с какими-то там проблемами гаишник должен остановить посмотреть и сказать уважаемый как они любят говорить или юрич как обращался ко мне гаишник позавчера у тебя вот глотная труба течет слышишь звук какой ты давай отремонтируй я тебе сейчас выпишу предупреждение это тоже если что наказание за активное правонарушение это тоже самое я в общем-то имею норматив по выписанным штрафам поэтому если мне предупреждение я сразу штраф тебе на 500 выпишу лучше зачем мне тебя транс вылезает на чем пусть выпишет на 500 там дурак что называется сам виноват это мои проблемы но если штраф будет 5000 то вот эти то вот эти гаишники будут останавливать вот этих несчастных мужиков на старых там 15 кабинах и говорить о слушай у тебя шумит давай-ка мы сейчас выпишем я могу сказать вам прошу прощения что это видело плохое чувство я думаю что каждый должен нести ответственность за безопасность и конечно же как лояльность на дорогах и уважать закон если это штрафуется значит делать не нужно ясно 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 такой еще такой вариант едет человек на какой-нибудь спортивной достаточно дорогой машине которую он доработал которую тюнинговал и там вместо выхлопной трубы стоит или что или едет он на дорогом мотоцикле который стоит миллиона 20 что там доработок и у него тоже на выхлопных трубах вообще ничего нет его останавливает гаишник и говорит уважаемый за это пять тысяч штрафы доходы он говорит командир вот что ты будешь выписывать сейчас постановление вот этой вот ручкой войти по бумаге тебе она надо мне тоже не надо идти потом что-то там это из банковского счета перевод если в в в в в яростно и успешно, за любое нарушение машины забирать и продавать деньги государству. Но у нас сосед любит возвращаться с работы в час-три часа ночи, так что думаю, что спать и весь дом, но никто еще не сделал замечать. Мне кажется, что проблема шумных машин немного преувеличена. Короче, через нос детский перспективный. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Я немного притомился! Добро пожаловать в наш канал! Название в наш канал! Добро пожаловать 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 в наш канал! Хабаровск! Добро пожаловать в наш канал! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Поэтому, чтобы зону разогнать и время скоротать, буду хранить немножко, постарчески ворчать. С предметом моего ворчания я выбираю название городов. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ладно. Вот эти вот бурки, танкты, откуда это все? Это, ну, не так. Вот у меня, например, я это не могу принять. Называть города именами великих людей, ну, наверное, то, что можно, может быть, нужно, взять тот же Хабаровск. Он был величайший человек, первооткрыватель. Его честь даже назван поселок городского типа Ерофей Павлович. С любовью народ вот так вот оставил его в памяти своей. Ну, захотели назвать город в честь Петербурга, ну, назовите Петроград. Ну, и произносится легко, и более-менее благозвучно звучит, нежели Санкт-Петербург под Европу, что ли, под Германию. Вернули, называется, историческое название. Что-то такое. Вот. Я понимаю название города по названию реки, на котором он расположен. Волга, Волгоград, замечательно. Виробиджан на реке Вира или Вира, точно не знаю. Кстати, очень красивая река, полноводная, но о ней мало что написано, мало что известно. Вот народ со временем начинает измываться над названиями, которые дали городам, я не буду называть, кто эти люди, Екатеринбург. Трудно произнести, да, не каждый выговорит. Ведь его сейчас называют, сокращенно, Катя. Было более-менее нормальное название Санкт-Петербурга, Ленинград. Вот зачем нужно было переименовывать, возвращать это историческое название. Давайте вернемся в каменный век жить. А ведь назван Ленинград, ну, в честь Владимира Ильича Ленина. Но ведь Владимир Ильич Ульянов. А псевдоним он взял от реки Лена. Красивое название.